Президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. Изначально в этом году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10. Благодаря этому первые две рабочие недели месяца должны были стать четырехдневными. Но сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила сделать нерабочими дни между майскими праздниками из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. Мы видим определенные риски. Мы советовались с учеными нашими, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах. И коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным. И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе, но и отдохнуть, потому что, конечно же, все об этом отдыхе мечтают. И, конечно, я думаю, что все такого отдыха бы ждали. Но вот в эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший этап эпидемиологический был более стабилен. Я прошу вас очень нас поддержать. Спасибо большое. Анна Юрьевна, я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать всех коллег прислушиваться к меню специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив такую разностороннюю и глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. И сегодня соответствующий указ подпишу. Как было отмечено во время разговора, сейчас ситуация в регионах различается. В стадии снижения сегодня 16, субъекта федерации в стадии стабилизации 62. В семи регионах продолжается рост заболеваемости, полным ходом в стране идет вакцинация. Так, 15 миллионов комплектов доз уже введено в гражданский оборот. В целом по России развернуто почти 5,5 тысяч пунктов вакцинации. На сегодня первым компонентом вакцинировано более 11 миллионов 100 тысяч наших граждан. Полностью оба компонента получили 6 миллионов 800 тысяч человек.